Сказать, возможно, желательно лучше подискутировать на тему паттерны в JavaScript. Тему разделил я на три таких не очень четких раздела, потому что будет все-таки пересекаться. Это как работают старые ОП-шные паттерны в объектно-прототипном языке, как JavaScript, которые все-таки тоже стремятся к ОП и так далее. Современные паттерны, которые пришли к нам, возможно, с новыми фреймворками, с новыми подходами, с компонентно-ориентированным подходом к программированию. И рассмотрим, возможно, так называемые архитектурные паттерны, такие как, ну, допустим, Redux. В принципе, я один взял. Возможно, таких как таковых паттернов нет, но будем называть их так. Возможно, вы будете меня поправлять, перебивать, что-то вносить, потому что тема паттернов очень тяжелая и очень такая, можно сказать, философская, насколько это можно говорить в программировании. Потому что очень много споров, паттерн, анти-паттерн, этот тот паттерн, так и реализация или другая. В общем, жду от вас комментарий, дискуссий и так далее. Приступим. Я взял из старых таких олдскульных паттернов несколько, потому что все пересматривать, я думаю, нет смысла. И я выбрал те, которые мне, в принципе, попадались на проектах. И как бы они уместны сейчас в новом JavaScript и вообще в новом разработке для фронт-энда. Первый, наверное, начну с самых простых. Первый и самый простой паттерн программирования – это модуль. Модуль, по сути дела, если говорить с инфраструктурной точки зрения, то модуль – это объединение каких-то логических компонентов или сущностей в один какой-то единицу. Но в JavaScript модуль выглядит немножко по-другому. Это самовызывающаяся функция. Для чего это нужно? Нам нужно это для того, чтобы как-то инкапсулировать наши методы, возможно, классы и так далее. В принципе, если мы откроем бандл, который собирает веб-пак, мы приблизительно увидим то же самое. То есть веб-пак заворачивает модули вот в такой вот, как бы, в таком виде. Ух, а, синглтон. В данном слайде я показал именно классический пример синглтона. То есть в тот момент, когда мы можем... А может, коммент еще по предыдущему слайду? По модулю? Да, я просто думаю, что, учитывая, что новый стандарт ES6 уже сейчас вовсе используется. То есть по факту мы... Ну, я думаю, все там пользуются веб-паками, похожими штуками. Ты за него вспоминал. То есть по факту мы уже рассчитываем на новый синтаксис. То есть мы пишем, когда мы пишем модуль там с экспортами, с импортами, со всеми этими... Да, да, это ES5 получается и действительно, ну, как бы, это изначально. У меня, кстати, на презентации будет много таких расхождений. Где-то будут фанкшены, где-то будет ES5, где-то ES6 классические. Я старался, конечно, примеры переписывать под новый современный JavaScript. Но в данном случае, допустим, если зайти на Википедию или еще где-то поискать, то вот классический модуль выглядит именно так. Ну да, ЗАГАТ тоже такой пример, по сути, дает. Да, кстати, насчет того, что модуля... Это я хотел разбить еще тему на это. То, что сейчас некоторые паттерны, которые мы классические, там, в том числе модуль, синглтон и так далее, какие-то, они уже стали как стандартом. Стандартом в языках, в высокоуровневых языках программирования. Да, мы уже не задумываемся, что есть такой паттерн-модуль. Он у нас есть, мы им пользуемся и все отлично. Вот в чем... Ну, а классический модуль, как бы, из этого выглядит приблизительно вот так вот. Окей. Вот тот же самый синглтон сейчас, да, вот, в принципе, добавил static instance. Static, как вы знаете, появилось не так уж и давно. В ES5 его нет, и класса нет в ES5. Поэтому реализации синглтона там столько, очень много. То есть, ну, а классический вот синглтон, это вот такое, да. То есть, мы не можем напрямую обратиться к конструктору класса, не можем использовать new. И обычно мы используем метод, статический метод getInstance, чтобы взять единственный экземпляр нашего класса, или функции, если мы говорим о ES5, функции конструктора. То есть, вот так вот, как бы, он выглядит. И если мы обращаемся к конструктору, то конструктор, по идее, должен выкинуть нам ошибку. Но у меня были на практике случаи, когда, допустим, если мы обращаемся к конструктору, то конструктор делает то же самое, что и getInstance. То есть, он проверяет на instance, если есть, то возвращает instance, если нет, то он создает, как бы, сам себя. Но это немножко неправильный, неклассический подход, но он, как бы, бывало такие ситуации, и он работал. Так, декоратор. В принципе, я хотел тоже декоратор отнести к более таким современным паттернам, потому что, допустим, если мы говорим о TypeScript, я, кстати, старался в этом докладе все-таки не цеплять TypeScript, как что-то новое, вернее, что-то основное, потому что все-таки тема паттерна в JavaScript, и если бы я рассматривал здесь TypeScript, то тут у нас паттернов бы вылезло бы очень много. Классический паттерн-декоратор, когда мы декорируем что-то. В данном случае пример идет с декорацией какой-то класса, точнее, метод Assey. То есть, декораторы могут быть декорировать класс, декорировать модуль, декорировать property, декорировать методы и так далее. То есть, если мы заглянем в тот же TypeScript... Так. Так, а тут Assey один и тот же, тут скорее в конструкторе, там только меняется параметр. Но, Assey не декорируется. А, да, Assey такой же. А, да, Assey, да, здесь конструктор декорируется. Точно вызывается один метод, а декорируется конструктор, получается. То есть, если мы взять декораторы, которые у нас в TypeScript, да, обозначаются они через собачку, это пришло к нам, я так понимаю, из Java, потому что в Java декорируется практически все, там, override и так далее, и так далее. То есть, там, если заглянуть в какой-нибудь Java код, то мы увидим сплошные декораторы в виде вот таких вот декораторов с собачкой. То есть, в TypeScript пришло то же самое. Смотрел я документацию TypeScript по декораторам. В принципе, декорировать можно все. Методы, как я уже говорил, конструкторы, классы, все что угодно, property. В данном случае, например, мы декорируем наш метод grid. Вот так вот выглядит приблизительно реализация декораторов в TypeScript. И, в принципе, удобно. Единственный момент, я когда-то видел людей, которые просто дорываются до декораторов, и, там, допустим, вместо того, чтобы, вернее, не вместо того, чтобы параллельно с TypeScript-овыми декораторами, которые предоставляет сам TypeScript, люди начинают писать свои приватные декораторы, так сказать, свои кастомные декораторы, и декорируют им буквально все. То есть, там, зачем писать функцию, зачем писать интерфейсы какие-то, а можно просто написать новый декоратор, и пусть он что-то делает. То есть, выносить логику из методов, из функций в декоратор. И это потом смотришь, открываешь, там, сто-пятьсот декораторов, и это очень тяжело, поэтому с декораторами, я думаю, надо быть немножко поосторожней. Команды. Это живой пример из реального проекта CJM. Команда, такая инструкция, команда еще action бывает, называет. И основной метод, который, в принципе, должен быть в команде, это обычно execute. То есть, идет какая-то конфигурация команды, и когда выполняется команда, она должна что-то execute. часто команды добавляют, вешают на хуки какие-то, lifecycle хуки, либо на какие-то там, допустим, в данном случае, это что-то типа либо кнопки, команда кнопки, либо это может быть, допустим, команда на диалоговое окно. То есть, да, когда вы по команде сконфигурировали диалоговое окно, при вызове этой команды окно открылось, и на execute мы уже проверяем, какую кнопку, допустим, в диалоговом окне мы выбрали, или вообще какое событие из диалогового окна пришло к нам. AppServer. В принципе, в JavaScript такого нет, наверное. Это все-таки к нам пришло больше из RGIS, да, и кто работает на более последних ангулярах, знает, что такое AppServer, что такое AppServer, сабскраб и так далее. То есть, RGIS там очень гибкий и большой, так сказать. Вот такая вот реализация на JavaScript в крипте обзорвоба выглядит приблизительно так. То есть, мы просто записываем наши обзорверы в обычный рейд, там у нас есть подписывание, сабскраб на сабскраб, и просто рассылаем, если что-то где-то изменилось, мы просто на все наши подписанные обзорверы делаем рассылку. Такой классический паттерн, который, в принципе, очень сильно используется, наверное, в ангуляре в RGIS, если так уж говорить. Есть еще, может, кто слышал, object.observe. Это встроенная штука. Она похожую штуку выполняет тоже. Там можно колбеки вешать на нее, и если что-то в объекте меняется, например, какая-то пропертя, то колбеки вызываются. Это уже было в стандартном JavaScript-овом обжекте? Да, да, да. Пишешь object, можешь прямо в консоль попробовать. Напиши object.observe. Тебе будет. Ну, можно почитать на МДН. Ну, в принципе, да. Это такая штука, друзья. Если я не помиляюсь. И когда-то хотели вставить, а потом от этого вышли. И сейчас на МДН пишут, что поддерживают только опера. там Mozilla, а девелопер с Mozilla, ох. У меня вроде в хроме работал. Ну, я сейчас почитаю. Они, по-моему, поменяли этот стандарт чуть-чуть, и там это, ну, типа, эти через прокси сделали. Ну, то есть, как бы, принцип тот же самый, но другая реализация. Ну, что, удобная штука, реально. Я ей пользовался. Надеюсь, его в какой-нибудь есть и примут в новом стандарте. Было бы, да. Ну, в принципе, да, прикольно. Вместо того, чтобы вешать каких-то там watch'еров или каких-то других слушателей. В принципе. Возможно, так как все-таки JavaScript, он везде, сплошь и рядом у нас объекты. Поэтому штука была бы прикольная. регистри. В принципе, регистри, наверное, не так уж часто встречается на фронт-энд части. Честно, до CGM он мне практически не попадался. Вот снизу пример. Это из реального проекта, да, когда мы регистрируем какой-то там сервис или элемент. И пока у нас крутится это все в рантайме, оно в принципе живет и хорошо себя чувствуется, потому что нам не надо что-то конфигурить, отправлять на бэкэнд, да, там сохранять в базе, потом это возвращать. Мы что-то зарегистрировали, зарегистрировали какой-то сервис и он там у нас как-то там крутится и живет. И мы можем все время к нему получить доступ. Иногда, конечно, регистр путают, реестр путают немножко типа с сервис-локатором, с паттерном. Но я даже не знаю. В принципе, наверное, что-то у них общее есть. То есть, как видим из примера, мы просто записываем в dictionary или в хешмэп, кому как удобнее говорить, наш какой-то там сервис или функцию, и потом просто ее по требованию получаем. state, то есть в данном случае это классический state из, так сказать, википедии. Да, state это в принципе что-то типа state машины, да, есть такой паттерн state машина или state это не может жить без state машины. Почему я его внес? В принципе, на проекте мне state нигде не попадался, как классический такой state, да, где state реагирует, то есть состояние реагирует на какие-то одинаковые события по-разному в зависимости от того состояния, в котором оно находится. В данном случае я там пустил там еще два класса red, там был green и yellow, то есть и тут. В этой реализации видно, как находясь, допустим, в состоянии red, мы запускаем следующее там состояние, допустим, green. То есть мы знаем, что если мы находимся в состоянии red, то мы запускаем состояние green, поэтому каждое наше локальное состояние такое, оно знает о других состояниях. Лучший пример, конечно, для этого были у меня в проекте на джаваскрипте, это игры. Одни из мест это использовалось, это гэмблинг игры, это казино, если кто может сталкивался когда-то или работал на таких проектах. То есть пример был очень хороший для стейт и стейт-машины. Это однорукие бандиты мы писали, то есть когда там крутятся эти спины, когда уже ты там перестали крутиться, когда ты попал там на фри спины, бонусы и так далее. Переходы между этими стейтами, то есть все транзишены, стейты все были четко прописаны и мы четко знали, что допустим, если мы находимся в этом состоянии в стейте, то при каком-то там событии или действии мы переходим в другое состояние. Почему я внес этот паттерн на обсуждение, так сказать, потому что все мы знаем, что у редакса и конкретно у реакта есть, у каждого компонента практически, ну, у реакт компонента есть состояние стейт, на которое он реагирует, да, перерисовывает у нас дом и так далее. Поэтому я немножко вынес, чтобы у людей возможно не было путаницы, что классический паттерн стейт, это именно вот как стейт-машина, а тот стейт, который в реакте, он немножко другой. И, возможно, это даже не паттерн, а просто объект состояния. Возможно... Под object observant действительно работает, только перепроверил. Есть array observe, вот тот работает в хроме. А в других интересно array observe работает? Нет, в других нет, только в хроме. Но это надо ждать какого-то ECMO стандарта следующего, может быть, примут. Так это... И что? Они его выбросили из стандарта, его не будет. А, ну, если его выбросили, то да. На прокси и на этих и на итераторах можно сделать то же самое, поэтому они выбросили его из стандарта и будет, типа, замещаться другими херями. Ну, надо просто сейчас в этом разобраться. Ой, вот тут у меня как бы уже были такие очень большие разногласия даже с самим собой. Сервис локатор это, в принципе, что-то типа фабрики для хранения сервисов. С одной стороны, это очень даже похоже на инжектор. То есть, были статьи, где сервис локатор используется как антипаттерн. Да, то есть, получается, мы избавляемся от зависимости каких-то конкретных сервисов у себя в компоненте или где-то там у себя в какой-то своей реализации, но в то же время мы становимся зависимыми от сервис локатора. А это уже антипаттерн, потому что мы везде должны быть зависимые от сервис локатора. А это не очень хорошо. Но если его выносить как-то в более глобальные места, то мы уже как бы перестаем импортировать и зависимыми от сервис локатора. И это уже становится паттерном. Я сравнивал сервис локатор с инжектором. И честно сказать, я до сих пор не могу сказать, сервис локатор это инжектор или нет. Но чем-то он очень даже похож. То есть, сервис локатор – это в первую очередь Singleton. Сервис локатор – он один. У него есть только один экземпляр для всех. И он работает почти как фабрика. То есть, мы у него запрашиваем какой-то сервис. И он нам возвращает, возможно, единственный инстанс этого сервиса или так далее. Тут можем подискутировать на эту тему, потому что я все пытался взять инжектор из ангуляра и пытался его как-то прикрутить хоть какому-то, допустим, паттерну. То есть, сервис локатора это или, возможно, dependency injection, контейнер. В общем, в принципе, если сравнивать с классическим, то очень даже похоже. Единственное, немножко там фабрика, там фабричная функция. Так, теперь я не знаю, современные, более современные паттерны. Ну, может даже не такие как бы современные. Они сейчас на данный момент, так сказать, под хайпом или более актуальные в JavaScript и в современных, может быть, фреймворках. Хотя, по сути дела, паттерны могут быть в том же PHP или где-то еще быть просто очень древними. И ничего тут, так сказать, у них нового нет. Самый довольно-таки, наверное, сейчас один из самых распространенных это middleware. Паттерн, который используется в Redux Flow. Мы все это знаем. Который очень активно используется в Node.js. Это Express.js или какие-то еще там серверы. серверы. В принципе, если говорить про Angular, я не нашел, где в Angular можно использовать middleware, вернее, где он используется. Кто-то говорит, что NGRX это, в принципе, какой-то middleware. Я с этим не особо согласен. Суть middleware, как мы знаем, у него есть в данном конкретной реализации примере. Я упустил, вернее не упустил, а опустил два параметра. Это типа response request, а я ставил только next. Там дальше будет, по-моему, пример. Да, дальше будет пример, как оно все это работает. То есть mandatory method в middleware, в реализации middleware функций это next. Да, то есть мы получаем response, выполняем какую-то логику, даем request и запускаем метод next, чтобы выполнился следующий middleware, если он есть такой в цепочке. Ну и как мы видим, как проходит цепочка сначала по всем middleware, потом возвращается обратно. вот так оно приблизительно как бы работает. То есть в принципе use это тоже такой, если мы возьмем express.js в node.js, то там метод use это как, в принципе, можно сказать стандарт для использования наших middleware функций. Мне чем-то promise напоминает. Да, middleware в принципе основная проблема была в том же редакции, что редакции как бы экшены у нас были синхронные и нам нужно было добавить какой-то синхронности в экшены. И мы решили добавить middleware, да, там экшен-кредиторы и так далее, там какие-то там санки или там саги. Я бы сказал, что ты observer тоже так попахивает. Потому что по сути это подписка в каком-то смысле и цепочка создается. Что после чего? Да, я еще, ну там дальше будет, то есть вот реализация на express.js, там еще и дальше будет там интерцептор и тоже непонятно, что интерцептор по сути дела тоже какой-то как бы middleware. Единственное, что интерцептор сам как бы склинивается и перехватывает какие-то данные и обрабатывает их. Но по сути у интерцептора то же самое, единственное, что next нет. Вот реализация, так сказать, middleware на express.js, то есть мы видим экспресс это app, тот же самый метод use и потом после какой-то там обработки, то есть в принципе мы можем наши request добавлять какие-то данные. В принципе интерцептор это делает, но в данном случае это так. И следующий вызывать там next, чтобы запускался следующий middleware. У роутера тоже есть использование middleware, как и OPP, express.js. Так, вот как это в принципе эти middleware выглядят в редакции. Это пример Sank. Sank более такой классический пример, потому что, ну по сути это такая одна из чуть ли не промис структуры, да, где классическая синхронность. То есть в то же время как Saga использует функции генераторы и может если кто-то сталкивался и знает, что функция генератора она замирает на yield. И как бы она синхронная и если мы пока не вызовем next для этой функции, она не начнет обрабатывать до следующего yield. Такие два, я не знаю, наверно классических, насколько я знаю, и таких вечно протестующих. Между собой два middleware крупных для редакса в реакте. Вот, кстати, насчет интерсептора. Вот схема интерсептора. И если мы как бы глянем на схему middleware очень даже как бы похоже. Поэтому у меня тоже был такой вопрос, является ли интерсептор все-таки middleware или это отдельный какой-то паттерн или что-то такое. В принципе, кто сталкивался с интерсепторами, особенно там в ангуляре, да и везде в принципе. Интерсепторами хорошо, допустим, добавлять в наши реквесты какие-то поля для хидера, да. Такие как там токены, какие-то там может локализации или еще что-то какие-то статические, которые нужны для всего и для всех реквестов. Это очень полезная и хорошая вещь. Там походу только один можно добавить, Henry. Но имеется ввиду сам интерсептор, он и является обработчиком всех реквестов. Получается, что в middleware несколько татата, через него все проходит. Да, есть такой паттерн, называется frontcontroller, типа бутылочная горлышко. Я не знаю, я его по-моему из этой презентации убрал. То есть это такой единый обработчик для всех, такой глобальный хендлер. То есть обработчик всех там реквестов или респонсов, да. Это если мы хотим, допустим, обрабатывать какие-то ошибки, то в принципе, что интерсептором мы можем это делать, что таким вот frontcontroller тоже. Дальше, dependency injection, это довольно-таки сложный паттерн. И сейчас, когда мы допустим в анагуляре или даже не знаю где, используем инжекторы, в принципе, dependency injection там очень сильно задействован. Расскажу, что он, так сказать, реализовывает. Вот, это первый, это буква D в solid принципах, да, инверсия зависимости. И еще есть у нас инверсия, 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 control inversion, в общем. Вот, все мы знаем, что если у нас в конкретном классе, в данном случае это myComponent, есть какая-то зависимость от других классов, то это не очень хорошо. Хорошо, хорошо. Лучше, конечно, зависеть от абстракции, в данном случае я убрал интерфейс из этого примера, и поэтому немножко у нас инверсия зависимости не будет работать в этом случае, ну, как не будет показано в полной мере. Проблема. У нас есть зависимость от параметра в нашем компоненте и от самого, допустим, класса DS. В данном случае это было что-то типа там data source, я его сократил, чтобы он хоть как-то влазил в скрин. То есть у нас таких две зависимости, и это плохо, потому что нам надо избавляться от таких зависимостей, потому что если что-то поменяется в классе data source, то возможно это заэффектит все наши компоненты, где этот data source использовался именно как реализация, а не как абстракция. Первое, что мы можем сделать, это инжектить, допустим, параметры для этого. Уже хорошо, да, мы избавились от зависимости параметров, то есть нам уже наш компонент, наш класс myComponent уже не знает и не зависит от параметра, там URL был string, да, мы уже этот параметр приходит из нее и конфигруем. Но это все мы еще, но в данном случае мы еще имеем new, и это не есть хорошо. Продолжаем дальше. Вот так вот можно сказать идеально выглядит. К нам в конструктор приходит какая-то реализация data source, мы ее используем. Какая именно реализация, нам не важно. Она может меняться, как-то там может заменяться, если эта реализация имплементирует один интерфейс, то наш компонент это никак не заэффектит. Это очень как бы круто. Вот что происходит на самом-то деле, если говорить о dependency ejection в таком коротком промежутке. Получается наш parent-контейнер теперь, чтобы передать реализацию этого data source, должен знать про URL параметр и должен знать про реализацию именно data source. То есть он ее должен создать и передать в наш компонент. Получается в нашем parent-компоненте уже есть две зависимости. От дата-сорса, которая нам в принципе в данном случае вообще не нужна. Ну и от нашего компонента, что тоже не очень хорошо. Поэтому dependency ejection как бы паттерн, который мы можем пробрасывать все вот эти инжекшены вверх по цепочке. Вплоть до самого верха конфигурационного файла. Такое решение было. Есть такая штука как dependency ejection container. То есть есть контейнер, который знает про все зависимости, которые надо заинжектить в компоненты, в сервисы и так далее. То есть вплоть до того, что контейнер знает отдавать эти зависимости в виде нового инстанца, либо это отдавать в виде синглутона. Плюс конфигурация. То есть возможно контейнер, dependency ejection container знает допустим life cycle хуки каждого компонента. Он знает, если этот компонент допустим не загружен, то или он не находится в каком-то состоянии, то можно в него ничего и не инжектить на данном этапе. Или если он застроился, то все инжекшены можно из него удалить и так далее. То есть контейнер это такой в принципе огромный менеджер, который знает про все dependency ejection для всех компонентов. Опять-таки, является ли dependency injection контейнер инжектором? В принципе, наверное, да. Я опять же возвращаюсь к инжектору, чтобы понимать является или нет. Есть еще один такой паттерн, называется object application. Это новый паттерн в принципе. И я возможно могу вам его показать. То есть в данном случае экспресс такой фреймворк для Node.js является object application. То есть по сути дела, object application знает все. То есть он может обрабатывать тут в данном случае request-response. В то же время мы можем к object application подключать middleware и так далее, и так далее. Такой вот достаточно, можно сказать, всезнающий объект, но многие его иногда заносят в антипаттерны. Потому что если у нас object application перерастает или разрастается, он может стать God object. В таком классическом антипаттерне, когда у нас есть всезнающий и всеобъемлющий объект, который знает про все и вся. В общем, как-то так. Архитектурные паттерны на данном случае я просто хочу сравнить Redux. Я возьму за основу Redux со старым классическим архитектурным паттерном как MVC. В принципе, насколько я знаю, я очень много работал с MVC паттернами и вообще с проектами на основе MVC. И мне кажется, что все-таки MVC, вернее Redux, это все-таки какая-то имплементация или возможно эволюция MVC. Это такие, возможно, не самые лучшие, но схемы flow для MVC и Redux. Возможно, будут у ребят, которые работают на React с Redux немножко подспорим насчет Redux. Но, в принципе, если мы возьмем именно flow, то есть one-way beginning, one-way flow, то MVC и Redux чем-то даже похожи. В MVC из View это пользовательские интерфейсы, это все перекидывалось данные в контроллер. В контроллере была основная бизнес-логика. Он это все обрабатывал, принимал какую-то логику, возможно, маппил данные и передавал это все в модель. Модель была в случае MVC, это был такой, по сути дела, глобальный стор, который хранил в себя, допустим, состояние всего аппликейшена. И на изменения в этой модели реагировали все в View. В модель можно было только засетить данные из контроллера. В принципе, из View можно было, но классический метод был из контроллера, а модель уже рассылал ивенты. То есть, кто на эти ивенты был подписан, реагировал так или иначе. В принципе, в редакции то же самое. У нас есть View, мы создаем какой-то dispatch action. Этот action как-то обрабатывается редюсером. За исключением того, что редюсер в принципе уже знает состояние стора. И редюсер нам возвращает new state для этого стора. То есть, на этапе обработки экшена редюсер уже со стором уже согласовал. Вот немножко расширенные, так сказать, схемы редакса и MVC. Был такой фреймверк, который реализовывал VC немножко по-другому. То есть, добавили еще кучу всяких реализаций паттернов. Такие команды, прокси, которые общались с backend частью. View состоял из наборов медиаторов. То есть, медиаторы такие были, следили за View и отсылали это все контроллером. Контроллеры это обрабатывали в командах и отсылали все это через прокси в модель. Ну и фасад был для регистрации всех этих медиаторов, нотификейшенов в команды и прокси. То есть, фасад был такой как registry классический. В принципе, в редаксе, ну что-то приблизительно такое же. И мы, как мы видим, что добавился middleware. Единственное, middleware по классическому Redux Flow общается с backend частью. То есть, сайд-эффекты все вынесены в middleware. Например, если в MVC все сайд-эффекты были на уровне модели, то в редаксе они вынесены именно между action и reducer получается. Это, наверное, может быть одна единственная большая разница между Redux Flow и MVC Flow. Поэтому, когда люди говорят, что Redux это что-то новое и, так сказать, под хайпом, типа давайте запихнем Redux везде, потому что это круто. когда там, допустим, запихнем его в Angular, запихнем его в какие-то другие фреймворки, то в принципе люди просто, наверное, отчасти как-то делают то, что было там пять или десять лет назад, когда мы создавали application MVC. Ну, возможно, это все. Тут есть какие-то такие ссылки дискуссионные, плюс на те паттерны, которые не вошли в данный доклад, потому что я много выкинул, много пересмотрел, где, возможно, она не сильно используется в JavaScript. Ну, с меня все. Спасибо. Жду вопросы. Профессорное multic ellos закладывает Гор Stro Catal Carl error My Googlearin, Вот, количество м八ots о дев公明. Известра. Удачи-то без подписчиков. Попал. Ну, сочетório с USD Tapソén ship. Сigram.